У меня сегодня доклад про экономные продажи, то есть это значит, как не тратя деньги на привлечение лида, снимать кэш с клиента. Очень простой доклад, в несколько слайдов. У меня будет лентяйка, Маш? А, вот она, да? Супер. Отлично. То есть, вкратце представлюсь, почему, наверное, я могу считаться экспертом в части экономных продаж. Но вы знаете, наверное, что мы находимся немножко вверху рейтинга компании 1S Bittrex. Скажите, пожалуйста, кто бы из вас хотел бы быть в рейтинге до пятой строчки или хотя бы быть номер один рейтинга Bittrex? Ну что-то мало людей хочет быть номер один рейтинга Bittrex. Вы не хотите иметь 10 лидов в день? Ну вот, мы, например, стали с мая прошлого года номер один, номер два по разным компетенциям. И вот хотел бы, собственно говоря, об этом поделиться, каким образом получать больше лидов и меньше тратить денег на их обработку. Здесь очень важно отметить, в каком формате работает моя компания. Мы 27 удаленных штатных дистанционных сотрудников. Вот то, о чем говорит Bittrex, постоянно внедряя Bittrex 24, мы внутри себя сняли в 2011 году. Это значит, что у нас все сотрудники работают только в дистанционном штатном режиме, и они располагаются в городах нашего присутствия от Калининграда до Хабаровска. Это значит, что ни один сотрудник в нашей компании не работает в одном и том же городе. Специально все работают исключительно через CRM. И здесь огромный респект Bittrex 24. Мы используем этот продукт и очень его любим, и постоянно его критикуем, и его развиваем. Это значит, что наши сотрудники располагаются в таких городах, в которых… Вот, важно отметить, что структура нашей компании включается сразу в несколько возможностей. Вы можете видеть, что у нас есть операторы. То есть это значит, что у нас project manager, вот я общался с компаниями-разработчиками, они, соответственно, обрабатывают больше основную часть наших запросов. Вот у нас операторы, это вот основная наша боевая единица. Если вы играли в боевые игрушки, в казаки, например, другие игры, у нас все построены по принципу боевой игры. То есть есть юниты, которые обладают какими-то определенными компетенциями. Мы набираем простых юнитов, которые закрывают простые задачи, высыление счетов, договора, счета, отгрузки, приглашение в экстронет Bittrex 24. Мы всех клиентов приглашаем в экстронет Bittrex 24. И, соответственно, набор компетенций операторам по тем компетенциям, которые он должен, это основной. Фактически мы замещаем задачу project-менеджера, на оператора мы вводим. А project-менеджер, вот то, что у вас у всех project-менеджеры, это у нас менеджер проекта. И фактически менеджер проекта занимается нашими сделками, а в основном наш бизнес, конечно же, CREM Bittrex 24, занимается на стадии от коммерческого предложения и выше. Таким образом, мы платя меньше денег за оператора, ну и за менеджер проекта, мы получаем больше результата, потому что менеджер проекта включается с сделками только на стадии выставки на КП. Вот такая у меня мысль была по этому поводу. Теперь по поводу того, откуда мы набираем наших сотрудников. Посмотрите, пожалуйста, вот это типовой город, Азбест, например, Апочка. То есть, ну, по Тутаев не буду сейчас говорить, все-таки город хороший, да и вот партнеры наши здесь присутствуют, но тем не менее. То есть, наш сотрудник – это человек, который живет и видит ежедневно из окна на втором этаже, это реальный город, откуда на втором этаже он видит свою картинку мира. Его картинка мира формируется из окна вот этого второго этажа. Это значит, что он, а он работает у нас, ежедневно он работает с такими крупными клиентами, с интересными задачами, с автоматизацией бизнеса, и при этом он выходит на улицу и видит вот такую картину. Вы можете себе представить, какой у него диссонанс внутренний между тем, кто у него в городе, как они живут, как они общаются на матерком и все такое, и тем, как мы занимаемся автоматизацией поворонки продаж, гоним клиентов поворонки продаж, автоматизируем по вторичным продажам. Все это просто мотивирует его работать у нас больше. Наши сотрудники работают по 12-15 часов в сутки. И я их, в общем, можно сказать, и это не предел. Они работают в выходные, они работают без праздников, они работают уже 1 января, начинают обработку, потому что они получают до 30% дельты на сделки. Вы знаете, сколько стоит команда на месяц? 4,990, минус 50% партнерская скидка. Если менеджер сам закрыл сделку, мы им платим до 30% от сделки. Вот из-за этого эти люди фигачат так, что мама не горюй. И они мне не рассказывают про кризис, и я ему не рассказываю про кризис. И чихать мы хотели на все эти проблемы, потому что у нас, у этих людей, зарплата на старте, вот в его городе 15-20 на старте, а он у нас получает от полтинника и выше. То есть в его городе он получает больше, чем кто бы то ни было, ну, может быть, директор завода, соленого, там еще что-нибудь такое, понимаете? Вот где эти люди, как их найти, это целый большой вопрос. У нас все очень просто. Мы разместили видео на YouTube, где мы рассказали, что хочешь работать в удаленном режиме, по 12 часов в сутки, без выходных, без праздников, размещая тему у нас на форуме, что для тебя удаленная работа. И ежедневно мне, я их называю генераторы контента, они мне заходят на сайт, регистрируются, оставляют свой e-mail, веб-форма, резюме, пишут тему на форуме, я их гоняю по нашему сайту. Вы же знаете, что большая часть соискателей при наеме на работу заходят на сайт компании, только когда они уже наняты на работу. Вы же знаете это, нет? Ну, вы же… Вот, то есть вы должны знать, что большая часть сотрудников, которые вы нанимаете на работу, они заходят на сайт вашей компании, когда они уже приняты на работу. У нас такого нет. Он заходит к нам на форум, регистрируется, пишет тему, я его гоняю по сайту, спрашиваю, а как ты вообще наш сайт оцениваешь? Расскажи, что в наших разделах у нас находится, CRM, CMS, там все такое, расскажи там все такое. Заодно мы скачиваем экспертизу. Если он это не делает, мы его не приглашаем в экстронет битрис 24. Если он это делает, мы приглашаем в экстронет битрис 24, он должен заполнить форум с фотографией, профиль там, все такое. А дальше мы его гоняем по задачам, включая видеоинтервью. Кстати, они записывают о себе в домашних условиях, каждый из них видеоинтервью о себе. Резюме на экране в домашних условиях на фоне своих обоев. И вот все это позволяет нам выявить тех, кто действительно нужна ему работа. Вы помните пирамиду Маслову? Вы же умные все, знаете. Мы берем только тех, кому нужны потребности обеспечения его жизни, кто готов биться и грызть. А всех остальных мы не берем. То есть нам талантливые сотрудники вообще не нужны. Каждый, кто нам нужен, это оператор, который готов фигачить по 12-15 часов в сутки. А мы ему все научим. У нас скрипты, у нас лидов 50 лидов в день, у нас воронка продаж, у нас четкая квалификация, с кем или мы лидами работаем, с какими не работаем. Например, мы не работаем с компаниями, у которых меньше 12 сотрудников. Знаете почему? Кто знает почему? Вы все знаете почему. Потому что у Битрикса пакет бесплатный, 12 сотрудников. Мы с ним просто не работаем. Нет, мы ему не говорим, что мы, конечно, я такое только могу сказать альфа-банку, что мы с вами не работаем. Или, например, какой-нибудь крупной компании. Потому что они слишком крупные. Тендерная документация у них большая, там тендер, все такое. А это наши клиенты. То есть наш сотрудник зарабатывает нам примерно сотку в месяц. Вот нам нужно что. Чтобы из сотрудника снимали соточку в месяц. И это тогда нормально. Это хватит ему. Ну, примерно 15-20. Это в зависимости от сделки процентов. И, соответственно, таким образом он набивает свою клиентскую базу. Она у него растет. От коридора полгода в год он вырастает в менеджеры проектов. Я вот здесь вернусь обратно вот на этот слайд знаменитый. Я его везде показываю. Кстати, вам не напрягает сексизм? У нас на сайте везде женщины стоят. Потому что у нас 90% нашего сайта это мужчины. А если у нас и женщина, топ-менеджер, наш клиент, то все равно она… Ну, вы понимаете, да, какого она характера, да? Вот. Поэтому у нас все направлено на привлечение такой аудитории. Соответственно, мы… Оператор у нас в коридоре от полгода в год уходит в менеджеры проекта. Ему становится в подчинении один, два, три оператора. И он начинает получать проценты с этих операторов. Чистый MLM. Соответственно, эти менеджеры проекта самые злые менеджеры, потому что они прошли в эту мясорубку, будучи оператором. Каждый день по 15-20 запросов. И фактически мы добиваемся того, к чему я все это привожу про экономные продажи. Мы платим за офис. У нас две компании. Одна – стандартная система налогообложения «Энергокомп». Ну, мы оказываем услуги с НДС клиентам. И вторая – компания «Пинол» без НДС на ЛОСН 15%. Соответственно, мы арендуем два офиса на Варшавке. И два офиса на Варшавке мы платим вот эту чудовищную цифру в месяц целых 12 600. Два офиса, два юрлица. Мы платим за каждую, соответственно, комнату по 6200. И вот они 12 600. А, эту цифру я еще не показал. Вот я вам покажу ее. Нет, это я вернусь. То есть я вернусь к тому, что мы покажем эту цифру, которую мы показываем на экране. 12 600 мы платим за месяц каждой двух этих компаний. И фактически, то есть смотрите, если у нас компания бы, мы устроили бы в штат этих 27 сотрудников, а сейчас мы стремимся довести до полтинника, сейчас мы будем трудостроить пяти инвалидов-колясочников, чтобы уменьшить свою налоговывагаемую базу дополнительно. Мы хотим довести до 50 сотрудников в этом году. И купить у этих сотрудников полторы тысячи часов их жизни. Для того, чтобы они отрабатывали и звонили нашим клиентам. Если клиент не поднял трубку и не поднимает трубку, у нас типичный ответ. Три раза не поднял трубку, какой ответ? Звони еще. Соответственно, клиент должен купить лицензию или в команду на год, чтобы в свою очередь мы больше ему не звонили. Вот наш месседж. И я хочу, чтобы они делали так же, потому что продажа пакетов на месяц, на три, на шесть, это полное, я не знаю, как это сказать, но это неправильно. Потому что в первую очередь аккаунтинг, сопровождение его по безналу на месяц, это благо для нас, что-то добавили коллеги. Я благодарен коллегам из Битрикса, но в целом с точки зрения документа оборота и получения оригинала акта это трэш полный, вы же это понимаете. Соответственно, наша задача добиться того, чтобы они, сотрудники, продлевались на больший срок про ЦРМ, наши даже, а мы в свою очередь не платили за аренду. Я вот не так давно считал, сколько стоит офисный штатный сотрудник. Вы посчитайте. Сцеплер, это же просто магия, купить ему нужно. Телефон, вот эту трубку нужно купить ему, компьютер, рабочий стол. Все это официально вы ему не обязаны ничего обеспечивать. Вам не надо ему обеспечивать. А возвращение к тому, что большая часть веб-студии, там компаний, с которыми я работаю, они наедаются заказами и у них даже не могут обработать входящие. Даже банально, ну хотя бы там дать какое-то предварительное предложение. За счет операторов мы снимаем там задачи, можем скушать столько лидов, сколько у нас мы получим. Соответственно, возвращаясь теперь непосредственно к лидам. Что для нас лид? Вот этот слайд для меня, он ключевой. Почему? Потому что у нас лучшие сотрудники это пенсионеры, бабушки. Соответственно, бабушка 54 это просто лучший сотрудник для нас. Ну опять же, может быть и мама, я здесь не хочу никого обижать, просто у нас конкретно сотрудник, есть Галина, 54 года, у нее внуки, она живет в Саратовской области, кстати сказать. Вот. И, Марина, привет. И, соответственно, она работает идеально. Суббота, 8 часов вечера, где накладная, оригинал от клиента? Клиенты звонят, говорят, слушай, у вас Галина, конечно, я восхищаюсь вашими продажниками. Вот чего нужно добиваться, злые, голодные, замотивированные сотрудники. И вот эти лиды, которые мы получаем с сайта, это, мне кажется, самое главное, что есть в нашей работе. Мы построили систему квалификации лидов. Мы много вложились в сайт с позиции контента. Ничего не занимались внешним сел. Директ вообще ненавижу. Не покупали и, надеюсь, не будем покупать. На форуме за прошлый год сам лично ответил, наверное, в темах 500. И получили 700 страниц выдачу с нашего форума в Яндексе. Все говорят, я буду оттуда брать контент. Да просто клиентам оказывается техподдержка у вас же на сайте, на разделе форум. Подключите сегодня же на ваш сайт раздел форум, стандартный движок Битрикса и отвечаете вашим клиентам в онлайне на форуме. И вы за полгода добьете свой сайт до 1000 страниц выдачи. Я вам это гарантирую. Просто потому, что вы конвертируете свое время в реальный контент, который целевой. У нас на сайте подключен Callback Hunter и, соответственно, я удумал, как бы мне еще больше лидов брать. Вот мы с сайта получаем примерно 10 лидов в день. Запросов, телефон, почта. Взял, договорился с Русланом Татунашвили, сделали интеграцию с Callback Hunter. Что в итоге получилось? Еще 15 лидов в день. Понимаете? Причем с интеграцией мы сделали бесплатное приложение в объеме примерно 100 тысяч рублей мы вложили в это приложение. И уже сегодня где эта цифра? 1168 клиентов упало мне в портал в лиды. Бесплатно. Я не заплатил за это, за каждого следующего. Приложение уже отбито с новогодними скидками Битриксом Натальи Грихиной. Респект. То есть мы вложили, сняли 500 тысяч, только с приложения на продажем лицензии. Все очень просто. Поднимаешь трубку телефона, говоришь, вы, а мы же видим, сколько он, как он использует портал. Он говорит, я вижу, что вы хорошо используете наше приложение. Он говорит, ну да, клевое, все работает. мы говорим, слушайте, а сейчас лицензии идут со скидками, благодаря от Натальи. Наталья со скидками раздает лицензии. Будете брать? Он говорит, ну слушай, мы работаем с другим партнером. Я говорю, вы знаете, у меня приложение такое хорошее сейчас, а оно может работать не очень хорошо. Вы это понимаете? Он говорит, вы подумайте об этом, потому что мы сейчас еще делаем бесплатное приложение для LiveTex, для онлайн чата. Мы вам его следующие тоже раздадим бесплатно. И все обновления дадим бесплатно. Хоп, реквизиты, еще такой тариф команда на год. Вот и вся история. То есть, благодаря установке бесплатного приложения мы добились того, что клиенты уже к нам лояльнее относятся, чем к его партнеру в городе Тула, к примеру. Я приведу пример из того, что я вижу из последнего опыта с крайней. Просто к нам практически каждую неделю обращаются партнеры и говорят, что-то вы у нас клиента увели. Ну и мы всем рассказываем, что, во-первых, Bittrex не имеет привязки портал к городу. Это раз, или портал-клиенту. А вот благодаря вот этого бесплатного приложения мы просто сняли базу тех клиентов, которым нужна конверсия сайта. А Callback Hunter это как раз такой сервис. Не дешевый, кстати сказать. И вот мы сделали интеграцию с ним, получили сайт еще дополнительно 5-10 лидов в день. И плюс еще лиды с установки. Таким образом у нас еще насытилась база еще лидами и мои операторы постоянно в работе. Я сейчас еще пяток возьму, потом еще пяток. А каждый сотрудник вы представьте себе при 40-й часовой рабочей неделе я могу купить примерно за 20 тысяч рублей могу купить 360 часов я могу купить у человека за примерно за 20 тысяч рублей. Это фантастика. То есть я могу за сотку купить в 4 раза больше. А за 2 сотни в месяц дополнительно вынув из дельты компанию я могу купить еще 15-20 сотрудников, которые будут звонить клиентам столько раз и каждый раз будут спрашивать какие у вас есть проблемы. передавать вопросы менеджерам проектам а менеджер проекта ну как наиболее компетентные люди будет давать всю информацию клиенту. Кроме того наши операторы ну они же тоже наблатыканы они в задачах в экстранете находятся они видят как мы коммуницируем с клиентом они очень быстро вырастают и им интересно уйти на менеджера понимаете потому что операторам мясорубка такая ниже среднего удовольствия и соответственно они стараются и вот благодаря вот взаимодействию с колбекантером мы опять же с ними партнерка подписываем получаем деньги они нас постоянно пушат вы представьте они в свой подвал письма клиент когда делает звонок падает письмо тебе в почту на все сейчас колбекантер каждый день клиенты получают в почту письмо о том что у вас совершился звонок с сайта и вы представьте в каждом подвале письма написано это моя личная договоренность с русланом написано мы за прошлый год сделали интеграцию с битрикс24 нажмите идет переход к нам в маркетплейс битрикса где установлено мое приложение и это еще фигня и там чуть ниже написано если у вас нет црм зарегистрируйтесь партнерская ссылка моя вы представляете себе ежедневно мы получаем регистрацию благодаря вот этим письмам и клиенты то есть колбекантер уже рекламирует меня я не вкладываюсь в это дело ни копейки они будут рекламировать а сейчас они будут еще больше нас рекламировать потому что они понимают что конкуренция на рынке среди колбеков большая и только взаимодействие внешнего сервиса с црм спасет их бизнес по большому счету дальше мы подумали что колбек как сервис это все-таки интроверты а нам нужны еще вернее экстраверты те которым нужно быстро созвониться узнать что там нетерпеливые люди есть такие а нам нужны еще люди которые интроверты которым нужно пообщаться мы взяли поставили на сайт live text я провел жесткие переговоры в своем стиле с представителем компании live text и в итоге мы договорились с запуском бесплатного приложения и мы его запустили в онлайн с компанией live text и уже сейчас это приложение крутится и мы с него получаем дополнительные лиды во-первых нам сервис бесплатный начнем с этого мы и коба хантер и live text используем бесплатно мы платим за это деньги ни копейки вообще они дешевые во-вторых у нас есть интеграции для нас они работают полезно и плюс в третьих для клиентов работает мы звоним клиентам говорим вы используете а теперь у пошла идея с перекрестным опылением каждому клиенту который использует как бы хантер мы высаживаем письмо с предложением скачать live text мы говорим о нормально все они это качают и мы знаем что в этом году мы еще получим две-три тысячи дополнительных клиентов к нам в CRM а уж если клиент попал нам в CRM сами понимаете там бизнес процессы ему там не сладко приходится а вот это что а это Unisender 380 тысяч платных клиентов 380 тысяч и мы сейчас делаем это приложение это будет бесплатное приложение большой привет украинским разработчикам компании Ardepo они сделали два платных приложения для MailChimp и Unisender и сейчас примерно в апреле выйдет для них привет бесплатное приложение с доработанным API на стороне Unisender с возможностью email рассылки из B24 благодаря шаблонам Unisender и их качеству доставки email письма неграничному то есть фактически мы добьемся того что это будет бесплатное приложение с возможностью запуска бизнес процесса и автоматизированной email рассылки из CRM мне кажется вот это когда запустится то мы за год в течение запуска получим 30 тысяч установок 30 тысяч лидов это возможно отсегментировать базу с кем работать так как мы хотим и наши операторы будут работать я думаю начиная только от тарифа команды и выше уже и мне кажется что клиенты которые будут использовать вот это плюс callback hunter плюс live text но я думаю что если мы ему скажем что эти приложения могут не работать потому что мы не сможем их поддерживать они же бесплатные то он расстроится и будет у нас покупать столько сколько потребуется но это к вопросу экономности а теперь к вопросу того как получается так что наши сотрудники дружат между друг другом хотя они работают в удаленном режиме связано это с тем что они все получают процент друг от друга менеджер проекта получает с операторов поэтому они все все время выбирают себе посимпатичнее что называется операторов говорят дай мне еще дай мне еще у меня дельта большая не успевает работать воронка широкая дай мне еще операторов дают операторов еще наедается потом просят еще операторов соответственно ну оператор хочет быть менеджером разумеется менеджеры уходят руководители групп под руководителем групп находятся до трех менеджеров и эти менеджеры и вот эта дельта которую мы получаем со сделок мы их все качаем между этими всеми сотрудниками. Ну а я получаю сделку со всех. Соответственно, благодаря этому наши сотрудники постоянно взаимодействуют в групповых чатах. Те задачи, которые мы запускаем в экстранетах, позволяют им эффективно взаимодействовать и они… Вот видите, я специально вот этот… Мне это очень нравится слайд. Потому что вот если вы смотрели фильм с Брэдом Питтом, называется «Человек, который изменил все». Может быть кто-нибудь видел? Вот я этот фильм просто для себя взял как основную идею развития бизнеса. Потому что, вот как это была фраза такая, он взял баскетбольную лигу и набрал самых таких ущербных в понимании баскетбольной лиги игроков, которые были достаточно дешевые, но они зато имели хорошие эстетические показатели, которые для многих не являются главенствующими. То есть, например, для меня красота вообще не является показателем. Для меня главное что? Сколько он звонков делает в день? Сколько он пишет e-mail'ов? Насколько он качественно отрабатывает без косяков запросы наших клиентов? Ведь многим клиентам он пришел какой-нибудь запрос такой. Ты с ним созвонился и оказалось, что все, что он написал в запросе, это полная ерунда. То есть, фактически, ему на самом деле нужно было другое. Это мы видим постоянно. Значит, оператор с хорошими навыками, а мы их постоянно прокачиваем, их обучение, способен отрабатывать большой объем запросов, выявлять потребность, ставить задачи в экстронете, подключать менеджеров проектов и уже на стадии квалификации сделки, на стадии КП подключать менеджера проекта, руководителя группы или там, если говорить о стадиях дальнейших связанных с разработкой. Вот этот слайд я считаю основным. Скажите, пожалуйста, кто в своей операционной деятельности использует B324 для работы с клиентами? Да вы что? Уже что ли? Антон, ты тут… Я говорю про экстронет. Я говорю про экстронет в данном случае. Именно экстронет. Ну вообще молодцы, а? Хорошо. Так вот, я говорю это к чему? Специально я считаю, что экстронет, как возможность коммуникации внешней с клиентом, это огромный плюс для наших всех бизнесов. Почему? Потому что заводя клиента в задачу, вы и, в данном случае, оператор, человек с примитивными навыками, что называется, он ставит задачу, пишет типовые вопросы. Сколько у вас сотрудников компании? Он говорит, ну там, сейчас 8, но мы расширяемся. Хоп, задачу закрыл, сделку закрыл, все, пошел дальше. Он говорит, 50 или там 150. Ну, говоришь, ну это серьезно. Вот. И благодаря вот этим задачам наши сотрудники отрабатывают огромный объем сделок, которые работают с клиентом. И я вам просто настоятельно рекомендую. У вас у всех бесплатный B324. Используйте функционал экстронета. Это огромное преимущество. Конечно, клиенты не все готовы вступать. Это понятно. Но на какой-то стадии он все равно вступит в портал. И вы решите вопрос со вступлением на вторую электронную почту. Почему? Потому что работа в задаче предоставляет вам возможность в любом времени подключиться к этой задаче на нужной стадии. Клиент пишет свои вопросы, что-то не решается, выслали ссылку в чат, человек зашел и подключился. Более квалифицированный специалист. Менеджер проекта в данном случае у нас. Поэтому у нас, например, я просто анализировал статистику, как у нас заходят в экстронет наши уважаемые граждане. Предприниматели наших клиентов в подавляющем большинстве случаев заходят к нам в экстронет. О чем это говорит? Причем, я вам расскажу такую еще феньку. Мы же продаем не только B324, мы заводим в экстронет абсолютно всех клиентов, которые даже внедряют другие CRM-ки, других вендоров. О чем это говорит? О том, что экстронет как возможность нелицензированного пользования абсолютно классный продукт, классная фича, ей нужно пользоваться, она замечательная. Фрилансеры, которым мы работаем, ну, что там, например, баннер какой-то сделать, текст написать, мы много вкладываемся в контент. Все это позволяет нам заводить их тоже через задачи. И соискатели, те, которые не готовы вступать, примерно 60% не готовы вступать, ну, как вы понимаете, мы с ними не работаем. Соответственно, вот мой конечный слайд, поскольку у меня доклад был основным ориентирован на вопросы, которые будете ждать. Вот, пожалуйста, мои контакты. Добавляйте меня в Facebook, задавайте вопросы, буду рад ответить, как, благодаря чему вам еще можно сэкономить и заработать побольше. Алексей, можно вопрос? Да. Когда вы купите один из Bittrex? Это вопрос такой, не ко мне. Не к вам. А к этому? Когда продаст? Предлагал, помните, как Рокенбанк и Тинькофф. Есть вопрос, как ловите вот этих клиентов, кроме электронной почты или по домену вычисляете? То есть есть у тебя база там лидов с установками, да? Как операторы вычисляют, с кем можно контактировать? Кроме тех, которые явно вычленяются, что с ними происходит? Речит о тех установках, которые пришли из Кобакхантера с сайта? В целом, вот в выгрузку идут разные же лиды, сейчас разные каналы были. Каких-то можно вычислить по домену, каких-то там по соцсетям, по поиску, а остальных, там же ни телефонов, ничего не указано, на электронную почту могут не отвечать. Это считаются мертвые лиды тогда или что-то с ним дальше происходит? Ну, рассмотрим, два самых неинтересных случая для нас. Это звонок с сайта и в частности пропущенный звонок с сайта, потому что мы используем телефон Ubitrix, сами понимаете, в ней есть такие косяки. И, соответственно, пропущенный звонок. Для нас очень важно его быстро прозвонить. Каждая элита имеет свои фильтра, которые отсегментированы у каждого оператора. Мы добиваемся того, чтобы каждый оператор имел настроенные фильтры у себя в портале. И мы таким образом мы его быстро прозваниваем. Если он не прозванивается, телефон пропущенный, мы просто, он подгорел по сути, мы говорим подгорел. Мы его поставили как некачественный. Потому что ты звонишь, наоборот, намного канальней. А с кем мы общались, непонятно. Это одна история. Если мы созвонились им, есть запись звонка, мы всегда во время звонка, когда он говорит, человек что-то там тебе говорит, ты им говоришь, какая у тебя электронная почта? Он говорит, такая-то. Он записывает, ты придем сразу пишешь письмо, отправляешь тест. Получил? Вася. Он говорит, получил. Все, уже есть e-mail, телефон. Самое главное e-mail, телефон в данном случае. Ну и, конечно, квалификационные вопросы. Например, сколько у вас сотрудников в компании? Это очень правильный вопрос. Потому что если у нас четыре и планируем расширяться, это как бы не серьезно. Мы все понимаем реалии нашего бизнеса. Это даже не имеет отношения к битриксу. Они правильно дают, что по тарифу бесплатный. Просто иметь понимание к тому, на ком мы можем сделать деньги. Это как бы квалификация. Это в отношении телефонного запроса. Если запрос через e-mail, то мы с ним дискутируем по e-mail, снимаем все данные. В любом случае вопрос лишь не в том, с какого запроса тебе пришел клиент, а вопрос ваших вопросов, которые вы задаете клиенту. То есть вопрос был про ТЗ, какие-то брифы, которые заполняются. Мы действительно не работаем с клиентом, который не готов нам дать бриф или ТЗ. Вот у нас такая позиция. Мы просто не работаем. Даже не потому, что они хорошие, нехорошие. Мы грубим им, не грубим. Если у человека заказывают все, клиент, он за это платит. И он должен точно знать, что ему надо. Вот наша позиция. Битрикс на первом дне анонсировал достаточно мощные изменения в своей продуктовой стратегии. Они планируют выйти в ряд ниш и по сути там зайти в зону, которую сейчас занимают там различные стартапы, коммуникационные. Как вы видите в принципе вектор развития Bittrex24 на поле сил партнеры Bittrex24, различные компании, которые работают в нишах автоматизации бизнеса, тот же Callback Hunter и прочее. Ну и естественно сам наш любимый Bittrex. Спасибо. За Bittrex я не говорю, спасибо большое. У меня предоставление здесь следующее, что пока Bittrex запилит конкретную утилиту, чтобы она работала так же как специализированный сервис, время пройдет. Пока это время пройдет, я заработаю денег. Я заработаю денег и я придумаю что-нибудь еще. Я должен быть как таракан, чтобы меня ни одно ядерное зимой не взяло. Вот мое представление здесь следующее. А вот и мои люди должны быть такие же, что они должны все равно зарабатывать сотку в месяц. Ну то есть дельту, снимать дельту. И вот мы к этому стремимся. Поэтому придумают они, запустят они. Вот когда запустят, тогда мы будем сравнивать. Ну потому что объективно я не могу сравнить то, чего нет. Мы все знаем, что в коробке Bittrex и в BUS есть email маркетинг. Знаем это? Знаем. Но он работает в привязке к CRM? Например, в коробке? Нет, не работает. Там Игорь Шевчук что-то пытается сделать, что называется. Классный разработчик из Минска. Но это опять же кастомная разработка. А когда это будет работать у Bittrex, он будет работать у Bittrex, и будут другие вопросы. Как будет произойти email рассылка с почтового сервера? Они там с Яндексом будут дружить. Ну это хорошо. Все равно эту технологию нужно будет отладить так, чтобы качество доставаемости email письма в отношении Unisender. Я просто приведу письмо к этому слайду, который для меня является… Я сейчас, может, отживу этим. То есть мы вкладываем большую сумму денег в бесплатное для клиента функциональное приложение стоимостью более миллиона рублей, чтобы вы понимали. Более 600 часов разработки мы вкладываем в это совместно с компанией Unisender. Качество коммуникации здесь важно. Мы добьемся того, чтобы этот продукт был настолько крутой, как услуга, чтобы мы могли успешно конкурировать и с Битриксом в этой части. Понятно, что какая-то часть аудитории уйдет на бесплатные возможности у Битрикса потенциальные. Это понятно. Я с этим не спорю. Но та, которая из Unisender придет, она будет нам привязана железно. Если мы им скажем, что мы вам чуточку уберем функционала, я думаю, они будут покупать только на два года Битрикс. И Наталья это сделает. Да? Я думаю. Но это мое личное представление. То есть я видел эти возможности. Я думаю, что это уменьшит возможности этих интеграций, но не уберет их в большой плюс. Потому что пока пройдет время, то эти сервисы тоже на месте стоять не будут. Например, пример приведу с LiveTex, с этим приложением. Они сейчас запустили интеграцию с Telegram. Я знаю, что сейчас они решат вопрос с ВК. Сейчас. Разве это будет у Битрикса через год? Год у них будут все социальные сети, включая Viber и Messenger. Все будет здесь. И это приложение будет офигительно крутым. Так что у меня представление такое, что технологии не стоят на месте. Внешние сервисы начинают понимать, что без CRM они ничто. И поэтому они нас полюбят, а мы полюбим наших клиентов. Вот еще вопросы. Еще один вопросик. Вот MLM в продажах это круто, а как вы контролируете производство удаленно? Классный вопрос. Значит, у нас я не показываю ветку технической поддержки разработки, поскольку я делаю вектор в нашем докладе именно на продаже. Потому что, на мой взгляд, этот вопрос абсолютно недостаточно качественно проработан в наших всех сферах. Если говорить о производстве, мы делаем техническую поддержку трех классов. Мы делим ее. В зависимости от компетенции, которые получены благодаря сертификатам Битрикса. И очень классно, что они ужесточают требования. Нет сертификата? До свидос. Нет сертификата? До свидос. Будет сертификат? Поговорим. Это в отношении сотрудников. В отношении разработки все то же самое. Но тут еще подтверждаемые компетенции в отношении проектов, которые есть у конкретной компании. Мы активно используем компании на субподряде. Есть вопрос с проверкой исходного кода, безусловно. Есть вопрос с фиксированным документально, что сделали. Но мы этот вопрос ужесточаем. И есть еще вопрос с подтверждением объекта передачи интеллектуальной собственности. И вот эти все вопросы для себя занимаются удаленно. Мы их накатываем, накатываем, накатываем. То есть этот процесс не стоит на месте. Я знаю, как это было несколько лет назад и как сейчас, на разных уровнях. То есть это процесс становления пока? Нет, я не считаю, что это процесс становления. Я считаю, что это вопрос, который находится на… Вот если на какую оценку вы оцениваете качество объема ваших, например, доработок. Я скажу, по бизнес-процессам такая оценка, потому что здесь наша основная компетенция. По установке шаблонного сайта другая компетенция. По доработкам сайта мы его отдадим вообще на аутсорс. Пусть ребята ими занимаются. И я поэтому, если у вас есть вопросы в отношении, если вам нужны лиды по сайтам, пожалуйста, пишите. Мне не жалко будет отдать вам каждому лид, который мы получаем с запросом по сайту. Только для того, чтобы подписать с вами контракт на разработку, чтобы когда у нас будет следующая разработка, и это будет именно ваша тема, дизайн вы любите, или вы любите там какие-то сложные сайты, или вы любите интернет-магазин, вам скинем заказ на вопросу подряд. Пожалуйста, обращайтесь. Мы только за будем взаимодействовать с вами. Но это мой ответ на ваш вопрос.